всем привет и с вами александр и в этом ролике я хочу поделиться своими зрителями о своем опыте покупок в магазине gearbest.com рассказать о возможных проблемах с которыми может столкнуться добросовестный покупатель товаров данного магазина ну и в конечном счете назвать причины прекращения моего сотрудничества с ним начну с того что первый свой заказ в gearbest.com я совершил более года назад точнее в конце февраля 2016 года тогда приобрел за 80 долларов 89 центов карманный компьютер belling pocket p1 таким образом я сразу с доверием отнесся к этому магазину и первую покупку совершил на достаточно крупную сумму хотя опыта сотрудничества с магазином еще не было все отношения строились на информации почерпанной только звезде роликов youtube отмечу сразу же выигрышный момент магазина перед отправкой почтового пакета менеджер к вашему заказу товара предлагает фото запечатанного и готового к отправке почтового пакета на котором указан ваш почтовый адрес трек номер таким образом есть косвенное подтверждение факта отправки товара кстати компьютер по сей день в работе и все с ним замечательно вторым моим приобретением ну через достаточно большой срок стала micro sd карточка под брендом не так про p500 с объемом 64 гигабайта с явно завышенными скоростными характеристиками карточка в принципе отличная соответствует 10 классу но не выше заявлял продавец выше я также использую по сей день и записываю на нее все мои видеоролики одним из неудобств для покупателя товаров данного магазина считаю то что гербест ком экономит на пересылке товаров и использует транспортные компании с дешевой доставкой мои выше озвученные товары были доставлены беларусь срок превышающий месяц без отслеживания как правило без отслеживаем трек номера и если говорить о доставке из китая то это через морское судоходство в случае пока еще отслеживался трек номер за пределами моей страны почтовый пакет беларусь шел через турцию украину на алиэкспресс ком и бейко многие магазины могут позволить себе отправить авиапочтой товары и даже ценой 1 доллар и срок доставки сокращается при этом до двух недель поэтому если вы решили приобрести товар именно в гербест ком набирайтесь терпения и наконец мой третий товар срок доставки которого уже превышает два месяца это конденсаторный микрофон bm 700 на этот раз я оплатил со счета paypal кстати ремарка не скажу что товары на гербест ком дешевле чем других магазинах причиной моего обращения к нему было то что компьютер белинк уже отсутствовал ко времени моего заказа у других ритейлеров был только в гербест это что для разнообразия контента на моем youtube канале я приобретал товар в разных магазинах и уже в последнем случае я решил проверить возможность оплаты товара с моего paypal счета а также использовать кредиты накопленные в этом магазине гербест но вернемся к микрофону по умолчанию на заказе указан срок доставки беларусь бесплатная доставка 2 25 дней все общения с магазином строится на переписке с помощью вот таких вот так называемых тикетах в принципе здесь ничего нового также вы общаетесь с менеджерами магазинов на алиэкспресс ком после этого я пишу первое мое сообщение о том что срок доставки вышел но я не могу отследить местонахождение почтового пакета и товар соответственно я не получил на что поддержка клиентов магазина гербест ком стандартно запрашивает подтвердить адрес доставки удостовериться в почтовом отделении о наличии посылок на мое имя и уведомляет что реальный срок доставки рассчитывается не 25 дней как указано вот здесь вот а 60 а рекомендую потенциальным покупателям ознакомиться с политикой доставки и страхования предложенным магазином в ней в частности вся ответственность за недоставку товара переложено на добросовестных покупателей ну в общем все форс-мажорные обстоятельства решаются за счет покупателя магазин никакой ответственности не несет ознакомившись с данной их политикой вряд ли кто-то захочет сотрудничать с этим магазином вся политика которого сводится к тому что покупатель за собственные средства должен приобрести не только товар но и страховку что в конечном счете увеличивает стоимость любого их товара спустя 60 дней не получив мой товар на мой тики службу поддержки клиентов как раз таки и обращает внимание что у меня не приобретена страховка поэтому предложили три варианта разрешения вопроса который меня как добросовестного покупателя конечно же не устроили в первом случае я воспринимаю вообще как развод на бабки не предлагают нести еще раз 50 процентов стоимости товара и тогда они повторно вышлют не этот же товар но конечно же на тех же условиях негарантированной доставки но интересно и так будет бесконечно потом еще 50 еще 50 процентов второй вариант бесит наглым определением их ответных действий читаю мы можем вернуть 10 долларов от 5 центов но это половина стоимости в качестве жеста доброй воли на ваш кошелек и исключительно вознаградить вас дополнительными очками по два балла за каждый доллар сша для использования их в будущих покупках ну второй вариант интересный но повторюсь наглый ну и третий вариант это просто вернуть на счет половину стоимости товара этот вариант для меня также неприемлем я могу рассматривать только в том случае если я получил товар но он будет не соответствовать каким-то заявленным характеристикам именно половину стоимости я как правило требую от продавцов алиэкспресс ком и байком в ходе открытого мной диспута если возникают подобные проблемы ну поэтому вполне ожидаемое мое следующее сообщение о том что все предложенные варианты разрешения данного вопроса меня не устраивает я намерен обратиться в центр разрешения проблем paypal и в дальнейшем прекратить сотрудничество с вашим магазином очень удачно что на этот раз я решил рассчитаться средствами с paypal счета ну мужик сказал мужик сделал теперь жду ответа от гербест чтобы данный диспут перевести претензию paypal кстати потерял немного времени начав переписку с гербест именно на его площадке советую все же открывать спор на площадке paypal если вы пользуетесь их услугами при расчете за товар для вынесения решения по данному спору paypal потребуется 30 дней ну будем ждать наверное всем интересен результат гербест ком прикрывается собственной политикой доставки и страхования с которой согласился при регистрации аккаунта на сайте их магазина сможет ли paypal опираясь на собственные правила защитить их клиента или посчитает законами требования магазина ну ответ в следующем видео всем привет но сегодня вторая часть этого ролика как видите мне открыт на paypal спор диспут ответ не заставил себя ждать магазин предложил уже два варианта разрешения проблемы возврат всей суммы на кошелек моего аккаунта их магазине гербест с начисления бонусных очков и второй вариант это возврат всей суммы на мой счет paypal цитирую в качестве исключения я конечно же выбрал второй вариант итог диспута лично для меня оптимистичные так как вся уплаченная за недоставленный товар сумма поступила на мой paypal счет вот эти 21 доллар 30 центов вот я за них их заплатил вот они меня вернулись ну а к вам мои зрители мой совет внимательно отнеситесь к информации которые озвучил в этом видеоролике и желаем вам покупок которые бы были бы вам полезны и радовали вас продолжительное время на этом всем пока увидимся